Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 34 главу этой книги. А в этой главе рассказывается печальная история о том, как дочь патриарха Иакова Дина, 9-летняя Дина, была изнасилована язычником, и к какой трагедии все это привело. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Предание устанавливает, что Дине было 9 лет, а этому возрасту свойственно любопытство, и она проявляет неосторожность любопытства, она как бы сходит с территории Бога, потому что она приближается к жилищам язычников. А когда наши дети сходят с территории Бога и приближаются к жилищам язычников, это опасность, и прежде всего для их целомудрия, для их чистоты. Поэтому, воспитывая своих детей, мы должны им объяснять, что не надо сходить с территории Бога, то есть всегда надо проявлять интерес к тому, что свято и достойно почитанию, а не проявлять любопытство по отношению к тому, что нас окружает. Ведь Господь послал нас в этот мир, как овец среди волков, и мы, наши дети, всегда должны об этом помнить, потому что мирские люди, они не имеют тех же духовных, нравственных ценностей, которые имеют быть у нас. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той «И увидел ее Сихем, сын Эмора, и фиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Ну, здесь как бы избыточные слова. «Взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие». Почему? «Взял ее», то есть, помимо ее воли, или, возможно, объяснение, «взял ее ласковыми словами». «Спал с нею» – это естественным путем, «сделал ей насилие» – это противоестественным путем. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Вот здесь немножко как бы непонятно. Она уже не девица, но называется девицей. Имеется в виду, что она по-прежнему девочка. Не в смысле непорочности, а в смысле возраста. В смысле возраста. И говорил по сердцу девицы, то есть, находил такие слова, чтобы этими словами взять ее, то есть, вызвать доверие к себе. «И сказал Сахием, этот царевич той земли, Эмору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену». «Иаков слышал, что сын Эморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они». Но немножко непонятно, почему здесь дается перевод «Иаков слышал». Казалось бы, правильнее надо было бы перевести «Иаков услышал». А почему слышал? Будучи пророком, в тот момент, когда происходит насилие над его дочкой, несовершеннолетний, он весь устревожился, и он как бы ощутил эту ситуацию. «Иаков молчал, пока не пришли его сыновья. И вышел Эмор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужики». Здесь мы видим, что они уже подросли. Это не те мальчики, какими они вошли в святую землю. «И выспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать. А с чьей точки зрения так не надлежало делать. На тот момент существовал закон Ноя, заповеди Ноя, Ноаха, праведника, который построил ковчег, и после потопа Господь дал заповеди, и в понимании древних там было запрещено распутство. И надо прямо сказать, что даже язычники понимали, что распутство – это распутство. Помните, как Авимиллах говорил, едва мы не впали в грех. То есть они тоже понимали, что это грех. Поэтому принц Сехема, Сехем – это его имя и название местности, он нарушил и собственные законы, которые были усвоены людьми от потомков Ноя, родначальников человеческих рас. Эмор, то есть отец этого принца-насильника, стал говорить им, то есть он обращается уже не только к Якову, он хочет преодолеть возмущение сыновей Якова, Эмор стал говорить им и сказал, «Сехем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей, дайте же ее в жены ему». Прилепился душою, а до этого он ведь прилепился к ее телу. А сейчас речь идет о чуть ли не платонических каких-то отношениях. «Породнитесь с нами, отдавайтесь о нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами, земля сия пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение». «Сехем», то есть вот этот принц-насильник, «Сехем же сказал отцу ее», то есть он тоже пришел к Якову, «и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне». «Назначьте самое большое вино». Вино – это мухар и дары у матан. Вино – это брачный контракт для девушки, и он сопровождался всегда дарами. «Назначьте самое большое вино и дары я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». Он уже забрал девицу, он ее украл. Даже если он ее взял словами, это все равно какое-то растление этой девицы. Он нарушил ее девственность, проявлял извращенность по отношению к ней. «И отвечали сыновья Якова Сехему, то есть этому принцу-насильнику, и Эмору, отцу его, с лукавством». То есть они уже затеяли отомстить за сестру, «а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их». Дина, она, если внимательно смотреть, особенно на еврейский текст, она предстает совершенно еще девочкой. «И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу, за человека, который не обрезан, ибо это бесчестие для нас». Действительно, реально, они не могли породниться с теми, которые не обрезаны. Но обрезание, бритмила, бритмила, завет обрезания, это только часть обращения человека в единоверие. А здесь они предлагают только исполнить эту видимую сторону, но ничего не говорят о том, что они должны отказаться от своих идолов, истуканов и так далее. «И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу, за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ». На самом деле все это говорится с лукавством. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. «И понравились слова сии Эмору, то есть прежде всего человеку в возрасте, и Сахэму, вот этому принцу-насильнику, сыну Эмору». Сахэм был молодой человек. И 19 стих начинается словами «Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Якова, а он более всех уважаем был из дома отца своего». А это о чем? Принц Эхема решилась, он обрежется, а все жители этого города языческого, они очень почитают его, они будут ему подражать, тоже все обрежутся. «И пришел Эмор и Сахэм, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сии люди мирны с нами». Почему они так говорят, мирны с нами? Потому что даже в глазах язычников за такое можно спросить очень строго. «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же, вот и пространство перед ними. Станем брать дочерей, их себе в жены, и наших дочерей выдадим за них, только на том условии все люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужский пол, как они обрезаны». «Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их?» Вот здесь раскрывается коварство этих язычников. Они хотят ассимилировать Израиль, чтобы завладеть имуществом Израиля, этого народа. «Только согласимся с ними и будут жить с нами». То есть до какого-то времени, а потом у них все отнимем. «И послушались имора», то есть убедил все-таки отец насильника Исихема, а Сахем подал пример обрезания, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города сего. Ну, избыточное повторение выходящие из ворот города его. Имеется в виду, что у ворот города выносили все судебные решения. На третий день, когда они были в болезни, считается, что третий день после обрезания особенно тяжело. Именно третий день. И мы помним, когда Авраам обрезался, третий день было очень тяжело. Ну, можно сказать, все первые три дня тяжело. Но, несмотря на это, Авраам сидел у своего шатра и смотрел, не пойдут ли путники. Почему он сидел у шатра? Потому что его люди не хотели кого-то приглашать, видя, как ему тяжело. Но Авраам потом бегал несмотря ни на что. на третий день, когда они были в болезни, то есть в горячке, два сына Иакова, а вот эти два сына, это Симеон и Левий, Шимон и Левий, они братья Дины не только по отцу, но и по матери. Дина для них абсолютно единокровная. на третий день, когда они, то есть язычники, были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город. Смело, потому что они знали, что люди не способны в таком состоянии там убегать в раскорячку, это все очень сложно. И умертвили весь мужской пол. И самого Эмора и Сехема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сехемова и вышли. Иаков перед смертью, перед смертью обычно благословляют детей, за такую жестокость он проклянет их Симеона и Левия. Не за то, что они отомстили за сестру, может быть, и можно было отомстить, но не так жестоко. И Иаков, умирающий, скажет о своих сыновьях Симеоне и Левии, проклят гнев их, ибо жесток, и проклята ярость их, ибо свирепа. То есть гнев может быть, но он не может доходить до жестокости, как вот они поступают. Даже ярость может быть, но она и должна быть свирепой, и должна подавлять человека животному, кровожадному. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. А, в каком смысле? Разграбили город за то, что обесчестили сестру их. При молчаливом согласии. Ведь Дина вышла посмотреть, а тот ее затащил к себе, и наверняка многие видели, как он тащил к себе эту девочку. Они взяли мелкие, крупные скоты и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен и разграбили все, что было в домах. Иаков не злорадствует. Он Божий патриарх. Патриарх на оси это человек, который возглавляет не только свой народ, он думает и о всех окрестных народах. Помните, когда Господь сказал Аврааму, что он будет уничтожать Содом и Гоморру, Авраам стал заступаться за жителей Содома и Гоморру. Именно так Святые Отцы комментируют действия патриарха Авраама. Иаков не просто цадик, праведник своего поколения, в своем народе, в своем семействе точнее, он должен осолять всю эту землю. А тут такая поножовщина. И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и фаризеев. у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой. А что они скажут в свое оправдание? Они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Это их ответ. Итак, сегодня мы кончили изучение 34-й главы книги «Бытия». Вот это трагическая история. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 35-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах, которые выходят в нашей студии. Спасибо всех, Христос! «Экзегет»